ДВХАП.РУ Раньше ортопедическую обувь одно время заказывали только в Хабаровске. Затем у нас предприниматель ГЛАЗ открыл такую тоже свою мастерскую, где можно было заказать реабилитационную обувь. Просто это предприятие, это как индивидуальный предприниматель ГЛАЗ, он на грани банку. А что случилось? Конечно, это плохо, но точно не знаю, но вот я сама там заказала две пары обуви, одну пару мне вот сшили, принесли осеннюю, конечно, удобное, хорошее для моих ног, это очень хорошо. Ну а как будет дальше, вот мне нужна очень зимняя обувь, я шью в связи с тем, что я инвалид не по ногам, будем так говорить, то мне в обуви бесплатной отказано мсеком. Я шью за свои деньги, но это удобно даже, потому что я не могу, я в магазине 18 пар измерила, померила обувь и ни одну не могла купить. Они стали брать предоплату так, как в связи с тем, что мало у них было заказов или что, потому что поставщики требовали наличный расчет. Сразу? Сразу. Поэтому они стали самобрать предварительную оплату. Может быть, не всем инвалидам это было удобно, да? Ну, не всем инвалидам удобно, но с другой стороны, я скажу, что все равно, хотя бы предоплату, но все равно потом страх оплачивал полностью то, что прошло. Но другое дело, не у всех было сразу заплатить. Конечно, очень плохо, что они закрываются. Здесь надо посмотреть, может быть, соцзащита или соцстрах какие-то, где-то, может быть, помочь должны, чтобы не было. В Хабаровск ездить. Здесь же было и лучше, и легче. И все. И шили нормально, и хром натуральный, и мех натуральный. И все натуральное, так же для больных ног, как будем, и так само. Удобно очень. Дать поддержку, это надо просто, я не знаю, может быть, дать какое-то объявление даже в наше местное телевидение или в местные газеты дать, что принимается. Может быть, еще не все издают, особенно по районам. Ну, а там процедуры приходят, если где-то есть, то они меряют. А нет, это что же, надо первый раз поехать заказать, а измерят твою стопу и все прочее делают. Потом второй раз надо поехать на примерку, получится, не получится, а потом же подгонять надо. Это минимум два раза, а то и три раза придется ездить. Комитет соцзащиты и соцстрах, они как-то должны помочь им в этом деле. Вхаб.ру